Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Те, кто все знает, прошу данный скринкаст не смотреть. При том, что Word'ом пользуются вроде бы все, я несколько раз наблюдал, как люди форматируют текст. И решил, что надо сделать вводный самый базовый скринкаст по Word. Потому что форматируют они его обычно совершенно по-живодерски. Сейчас я возьму какой-нибудь текст с сайта Теплицы. Вы, кстати, заходите на сайт, тут много всего интересного по технологиям. Выделить все. Хотя нет, выделим только текст. Кстати, чтобы выделить текст, нужно выделить начало, потом найти конец и кликнуть мышкой с зажатым шифтом. Это если вы не знали. Ctrl-C, Ctrl-V он вставил все, включая заголовки и ссылки. И даже фото. Нам оно не надо. Нам надо очистить форматирование. Делается это либо здесь, в стиле, тут такой маленький треугольничек. И очистить все. А, сначала надо выделить, что именно очищать. Мы выделим все, то есть Ctrl-A и очистим все. Форматирование он очистил, но ссылки оставил. Можно, кстати, действовать вообще по старинке. Я до сих пор действую почему-то именно так. Привычка. Нужно вставить текст в блокнот. Блокнот не поддерживает форматирование. И потом из блокнота уже вставить обратно в Word. А вот, девственно чистый документ, но с капслоком. То есть верхним регистром заголовки. Чтобы не перепечатывать заголовок, нам нужно просто изменить регистр. Тут несколько вариантов, нам нужно и все строчные. Единственное, заглавные буквы надо все-таки проставить самому. Итак, вот наш прекрасный текст, который пока выглядит монотонным набором букв. Собственно, так он и должен выглядеть, когда вы его печатаете. Сначала текст печатают, потом форматируют. Люди обычно делают не так. Люди делают так. Чаще всего это проявляется, когда люди печатают договор. Они пишут договор. А потом пробелом сдвигают его на середину листа. А потом дату. И тоже пробелом сдвигают ее в правый край. Вот это называется ненужное форматирование. Так делать нельзя. Это неудобно. Делать нужно так. Кстати, ненужные пробелы удаляются следующим образом. Выделили мышкой все пустоты, нажали Delete. Люди удаляют пробелы, обычно нажимая 126 раз Backspace. Итак, выделили то, что должно быть где-то и сказали Word, где это должно быть. Это должно быть посередине, а это справа. Все. Если вдруг вам нужно как-то сдвинуть дату, опять же это делается не пробелами, а линейкой. Вот эта направляющая отвечает за выравнивание выделенного текста и применяется только к выделенному тексту. Причем если мы равняем по правому краю, то и двигает он относительно правого края. Здесь мы выровняли по центру, значит и двигать он будет по центру между левой и правой направляющими. Если нам нужно точно установить положение, в данном случае лучше выровнять по левому краю и двигать уже куда заблагорассудиться. Вот. Далее сам текст. Это красная строка. Люди красную строку проставляют вот так. Причем на глаз еще сверяют всякий раз совпало или нет. Не надо так делать. Это красная строка. Это весь остальной абзац. Опять же применяется только к выделенному тексту. Поэтому выделяем весь текст и проставляем отступы. Так. Еще очень полезная вещь — копировать форматирование. Мы берем текст, из которого хотим скопировать форматирование, нажимаем формат по образцу и выделяем текст, в который хотим вставить форматирование. То есть чтобы он был таким же. Видите, форматирование вставлено. И если референс был жирным, то он скопирует и это. Дальше списки. Люди оформляют списки вот так. Один точка печатают, два точка печатают и так далее. Но тут он, видите, умный, он понял, что это список, а вы делаете глупость. Действительно, делается это по-другому. Выделили то, что должно вставить списком и выбрали, каким он должен быть. Нумерованным, маркированным. А можно даже изменить типы маркеров. По спискам также есть направляющие. Это отвечает за положение цифр или маркеров. Это за положение текста. В чем кайф? Если вы вдруг поняли, что забыли вставить пункт, просто нажимаете Inder и он вставляет новый пункт, а у остальных сдвигает нумерацию на 1. Если нажать Inder еще раз, то он вставит пустую строку, при этом сохранив нумерацию. И последнее, это заголовки, которые чудесным образом превращаются в оглавления. Тут их несколько типов, но в оглавления участвуют первые три. Это самый большой. Это второй. Это третий. Если не устраивает оформление заголовка, его можно поменять здесь, в шапке. Правая кнопка мыши – изменить. Я, например, поменяю цвет. Почему заголовки, да еще и с иерархией? Ну, во-первых, это красиво. А во-вторых, сейчас я еще понавставляю заголовков. А во-вторых, тут есть такая чудесная функция, как оглавление. Его можно вставить в любое место документа. Выбираете, куда вставить. Заходите в ссылки – оглавление. Выбираете тип. И он вставляет оглавление с номерами страниц и иерархией заголовков. То есть заголовок 3 является под темой 2, а второй, соответственно, под темой 1. Не знаю, я посмотрю на реакцию. В данном случае минус. Это тоже форма голосования, а не плевок мне в душу. И если окажется, что это востребовано, может быть продолжу знакомство с этой замечательной программой. Все, любите друг друга. Помните, незнание аудитории – это величина, которую невозможно переоценить. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.